И, друзья, напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Дам свой взгляд в этом вебинаре и вообще мы вернемся в историю, как же Анатолий Эдуардович со всей командой до этого дошел. Меня зовут Суходоев Алексей, я член общего правления Skyway Capital, кто меня вдруг не знает. И наш проект, наша дорога, строительство небесного пути началась у многих более пяти лет назад, в том числе у меня. То есть пять с лишним лет назад я начал развивать этот проект. И вот эта картинка для меня вообще является в некоторой степени такой сакральной. Когда из ничего появилось все, из того, что было обещано, обещания были сдержаны. И в большинстве своих случаев стратегия, которую закладывает головная компания, она действительно оказывается явью. Почему в большинстве случаев, потому что, конечно же, все ждут финансовые прибыли и реализации инвестиционной привлекательности. Но это обязательно также будет воплощено в жизнь. До этого нужно, так скажем, подождать. Потому что не все корпорации врождались сразу. И мы сейчас создали продукт на самом деле. Вот на следующем вебинаре, на этом вебинаре я решил не останавливаться. Так подробно на тех нюансах, аспектах стратегии компании, которую я увидел на свой взгляд. И хочу сказать одно, то что продукт мы сейчас сделали. И сейчас на самом деле закладывается основа на основе созданного продукта для формирования платформы. И платформа уже родит в будущем целую вселенную технологии. И мы это называем сейчас эко-мир. То есть такое объединенное понятие. И, конечно же, это будет масса технологий, это будет масса услуг. И это родит очень сильный, серьезный, мощнейший сетевой эффект. Не тот эффект, который многие могут подумать, что вот, развивай сеть и будет сетевой эффект. Нет. А тот сетевой эффект, который получили корпорации, которые рождали новые не отрасль, но отрасли. И я хотел бы привести пример слова Генри Форда. Обязательно пользуйтесь в своих высказываниях, в своих выступлениях, в своих общениях по поводу проекта Skyway. Его спросили. А вот если бы сейчас вы задавали бы вопрос потребителю, то какой бы вопрос вам был бы задан? Он сказал, насколько быстрее, насколько спортивнее может быть лошадь. И такой же вопрос абсолютно сейчас задают индустрии автомобильного транспорта, железнодорожного транспорта, высокоскоростного транспорта. И многих тех отраслей, которые не собираются умирать, как-то уходить, просто будут постепенно видоизменяться, либо заменяться. Потому что из исследований отдела пресс-релизов головной компании понятно, что сейчас вообще все эти статьи готовятся для обоснования программы реализации линейных городов. Потому что ни много ни мало, но Skyway сейчас является уже экспертом в области умных городов и не просто в какой-то организации, а в организации объединенных наций. И то, что мы показали за четыре с лишним года, я могу сказать, что ни одна компания в мире подобного не показывала. В первую очередь, потому что это с чистого белого листа развитие новой отрасли. Во вторую очередь, то, что это очень ограниченное финансирование. И то, что было заложено Анатолием Эдуардовичем в 15 этапах, он всегда отмечал и отмечает, что мы работаем в условиях недофинансирования. Но, тем не менее, выполняем свои задачи и не стоит ожидать больших чудес от краудинвестинга, когда пойдут первые адресные проекты. Потому что будь то это сопутствующие технологии, как струнное вакуумное стекло, как армированные взлетно-посадочные полосы, как строительство новых зданий, как реализация новых моделей. И то, что, так скажем, нам будет дано на развитие, то мы и возьмем те люди, которые сейчас развивают оцифрованную модель человеческих взаимоотношений. И это самый главный аспект и самый главный результат достижения, которое мы получили как сеть за эти 5 лет. Потому что это объединение единомышленников, которые готовы идти далее с еще большим развивающимся над их головой флагом. После таких новостей, как правитель Шаржи посетил Skyway World Innovation Center, который находится в Шарже, естественно. И это не перерезание еще красной ленточки и открытие СВИК, и открытие части научно-исследовательского центра при Американском университете Шаржи. Но это присутствие главного лица Шаржи при начале экспериментальной стадии, экспериментальной фазы запуска Skyway, технологии Skyway. И об этом, конечно же, прогремели все телевидения. Об этом невозможно было абсолютно не говорить, потому что ряд СМИ сразу же подхватили эту новость. И я вам сброшу обязательно сейчас подборку СМИ. Обязательно пользуйтесь, потому что это мощнейший инструмент для развития нашего направления. То есть, фактически был побит рекорд, я могу сказать, то, что касается всемирного правительственного саммита. И когда Анатолий Эдуардович выступил в числе первых лиц государств, и была сделана первая презентация, одна из первых презентаций, также вице-президенту Арабских Эмиратов, семье Аль-Мактумов, и началось все, как вы помните, с сына. И сейчас выделил время в своем графике на запуск экспериментальной, я повторюсь, фазы. То есть, насколько это важный момент для правителя Шаржи, султана бин Мухаммеда Аль-Касими. Он член также Высшего Союзного Совета Арабских Эмиратов. И он выделил время для посещения SkyWay World Innovation Center, для того, чтобы посмотреть, а как... Так, коллеги, слышно или не слышно? Я надеюсь, что все слышно, все замечательно. Да, если у кого-то не слышно, то обязательно пересмотрите потом в записи. И он хотел удостовериться, а как, каким образом заявленная технология начнет двигаться. И представьте, насколько ответственность была взята Анатолием Эдуардовичем Юницким, потому что произойти могло все, что угодно. Конечно же, весь процесс проектирования, производства контролируется генеральным конструктором, но есть все равно человеческий фактор. И человеческий фактор никто не отменял. Не будем сравнивать технологию SkyWay и запуск в Шарже, к примеру, с демонстрации отечественного автопрома, когда при присутствии первых лиц государства происходили какие-то осечки. Здесь осечка была просто недопустима. И для кого-то это покажется красивой картинкой, очень мощным маркетинговым пиар-ходом. Да, это так и есть, но в первую очередь это демонстрация реально действенной технологии, которая может изменить транспортную ситуацию в Арабских Эмиратах. А почему там? Потому что они первые, кто поддержали технологию SkyWay на подобном уровне. Потому что ранее мы видели развитие SkyWay и в Австралии, и в Индии, и в Индонезии. Но я не раз приводил иерархию развития стратегических партнеров SkyWay. И все заканчивалось на той стадии, но я бы не сказал даже это словом «заканчивалось». Это замороженная стадия, и развитие обязательно возобновится. По причине того, что власть сменялась, и какие-то ключевые люди, игроки, также менялись. Поэтому, конечно же, логично было прийти в ту страну, с которой общение Анатолия Эдуардовича лично выстраивалось с 2015 года активно. И вообще более 30, а то и 40 попыток было осуществлено зайти в Арабские Эмираты. Но у нас была не на той стадии развита технология. Партнеры не те. Вы помните партнеры, приезд которых организовывал Франтишек Солар. И я помогал в этом визите. И Франтишек за свои деньги оплачивал, проезды, перелеты. То есть это была попытка. Но люди часто хотят воспользоваться технологией Skyway ради своих амбиций. И с такими партнерами Анатолий Эдуардович очень жестко расстается. Мы сейчас видим, я не буду позвучивать конкретные страны, но также пиарятся определенные проекты за счет технологии Skyway. И то, что люди посетили, экотехнопарк и так далее. Да, огромные молодцы, потому что многие не доходят даже до этой стадии. Но пользоваться успехом технологии Skyway ради своих бизнес-инвестиционных проектов этого не стоит делать. Стоит развивать бизнес-инвестиционный проект на основе технологии Skyway, если уж кто-то заявился партнером. Это касается определенных ситуаций в определенных странах. И, конечно же, по поводу этого будет жесточайший контроль. И, возможно, даже какое-то изменение в развитии отношений, потому что Юницкий за этим абсолютно всегда следит. И в первую очередь это бизнес-отношения, это чистые, искренние бизнес-отношения с точки зрения человеческих отношений. И я не хотел бы останавливаться на этом вебинаре, потому что можно посмотреть все замечательно в двух выпусках на телевидении, на арабском телевидении. Я рекомендую вам воспользоваться этими ссылками и передавайте их также вниз и вверх своим партнерам, тем, кто не знает о технологии Skyway. Я ждал очень сильно этого момента. И думаю, что специальный вебинар с представителями одной из брокерских компаний и, в первую очередь, инвестиционным кругом подобного рода мы проведем специальный, основываясь на данных событиях. Но, я повторюсь, это не апофеоз, это не кульминация развития в Арабских Эмиратах. И это то, что сейчас было с точки зрения, я бы сказал, суперблагосклонности правителя Шаржи, то, что он посетил и он подценил, возможно, даже благословил Skyway в движении. Это очень важно, потому что он входит в член Высшего Союзного Совета Арабских Эмиратов. То есть, я думаю, что информация также попала в нужные руки и в другие Эмираты автоматически. Но Вы заметили, насколько сейчас в закрытой позиции головная компания находится с точки зрения освещения этого события. Я объясню, почему. И я хотел бы предостеречь, на самом деле, следующее событие, потому что будет и перерезание обязательно красной ленточки, открытие вообще первой фазы Skyway World Innovation Center. Эти события тоже обязательно настанут, и они прогремят еще сильнее и еще громче по Арабским Эмиратам. Ну, кстати, что примечательно, новости освещали не только Арабские Эмираты, но и вообще многие страны мира, даже такие далекие страны, как Нигерия. И это заслуга, конечно же, наших лидеров, африканских лидеров, которые развивают рынок там. Потому что средства массовой информации абсолютно видят, что жители столь далеких стран также заинтересованы в освещении проекта Skyway и в развитии проекта Skyway. И Анатолий Эдуардович сказал свою речь, казалось бы, традиционную, но нетрадиционную для мира. И эта речь будет повторена еще сотни раз. То, что Юницкий развивает проект Skyway уже более 40 лет. Он посвятил этому всю жизнь. И вы не представляете, еще раз повторюсь, сколько стояла на кону вся репутация компании, вся репутация генерального конструктора, если что-то вдруг пошло бы не так на официальном запуске экспериментальной фазы SWIG в Шарже. Я даже не могу представить последствия, но все прошло абсолютно гладко, потому что в инженерном плане все было выверено. И вы видели, что неоднократно устанавливалась путевая структура, снималась путевая структура, что-то дорабатывалось для того, чтобы все прошло максимально гладко. И все прошло фактически идеально. Все были довольны. И я думаю, что многие заметили, что конструкция даже была установлена в нашем эко-доме. Это, я предполагаю, скорее всего, лифт. Ну, по крайней мере, на это похоже. И на телевидении также наш партнер, руководитель Американского университета при Шарже, господин Хусейн, также высказал свое мнение и речь, которая обязательно будет и переведена, и освещена, но в официальных источниках. И на что я хотел бы обратить внимание и нашу с вами именно, так скажем, этичность по отношению к Арабским Эмиратам. Для того, чтобы не распространять стримглав новости впереди официальных анонсов. Это понятно, что все хотят об этом рассказать, но хотя бы передавайте, пожалуйста, официальные YouTube-каналы арабских каналов телевидения. Потому что мы играем в очень серьезную игру. И эта игра только началась. До подобных высот мы не добирались никогда. Да, в Австралии должно было начаться строительство, но мы не дошли до строительства. Это в первый раз, когда мы дошли до строительства и реализации на подобной стадии в другом государстве технологии Skyway. Поэтому давайте беречь наши инвестиции и давайте максимально оценить труд 86 конструкторских бюро и более тысячи людей для создания продукта, который будет наслаиваться на платформу. И на следующих вебинарах я обязательно покажу примеры Гроува, Джобса, Гейтса, что они создавали в первую очередь и на чем они фокусировались, на продукте или на платформе. И в чем дальновидность абсолютно генерального конструктора и создателя технологии Skyway. И как будто он изучил жизнь вообще всех этих людей, руководителей корпораций. Ну просто мышление абсолютно подобное. И поэтому вот некоторые люди освещали ответы на вопросы еще с 2014 года. Там Юницкий говорил, что мы через 15-20 лет можем стать довольно-таки мощной корпорацией и оборот может исчисляться триллионом долларов. И я могу сказать, что при тех индустриях и при тех услугах, которые родит технология Skyway, это, как всегда, весьма пессимистичный прогноз с точки зрения Анатолия Эдуардовича Юницкого. Он, как математик, всегда закладывает некую погрешность. И какая-то погрешность, насколько это будет больше, покажет время. Но будет ли это вообще, зависит от нашей с вами культуры инвестора. Культуры будущего пользователя технологии Skyway. И сейчас это отображается в мелких шагах просто распространять официальную информацию. Поэтому я действительно призываю вас к этому передавать только официальные источники и официальные ресурсы. Не спускайтесь до низов тех партнеров, которые в других различных системах реферального происхождения двигают бизнес. У нас не сетевой бизнес. У нас развитие через сетевое построение целой корпорации. Мы ей помогаем. Мы не создаем зао струнные технологии, но мы максимально помогаем. Поэтому как инвесторы и как пропагандисты технологии Skyway нужно, конечно же, расти. А топливо нам прибавит просто обилие средств массовой информации, которые упомянули, технологию Skyway. И много говорить в принципе-то и нечего. То есть это одна из самых кратких новостей, но которая даст максимальный эффект. И я не исключаю того, что как только появятся официальные анонсы, официальная информация уже от головной компании, то не за горами возможно и смена этапа. Но это мое предположение. Все будет зависеть от финансирования. И вы абсолютно, я думаю, предполагаете, что сейчас у нас остались самые такие очень тяжелые этапы для освоения с точки зрения финансов. Но мы обязательно это сделаем с крупными инвестициями, либо без них. Сейчас no pass run, времени отступать абсолютно нет. И почему Арабские Эмираты это двигают? Вот еще один мой взгляд. Помимо того, что я освещал, что уже презентации проводятся нашими партнерами, уже независимо от Анатолия Эдуардовича, ежедневные, фактически еженедельные, как минимум, встречи происходят по развитию технологии Skyway. Уже в экономическом отчете Шаржи вышло очень мощное видео, где показывается технология Skyway как неизбежное будущее. Замечательно подходит именно эта надпись, потому что это будущее то, которое ждет сейчас весь мир. И мы находимся только вот здесь. То есть вот сейчас даже не наступил 2020 год, но если бы кто-то меня спросил в 2014 году, возможно ли то, что мы сейчас получаем, я сказал бы, ну скорее всего, это возможно лет через 6. Насколько быстрая скорость развития компании, невзирая на все препоны и препятствия. Казалось бы, всех участников ЗАО струнной технологии, работников, конструкторов заряжает эта атмосфера агрессивных реакций многих компаний, многих средств массовой информации, каналов средств массовой информации именно в их стране. Они хотят доказать обратное. И это, я могу сказать, вот это тысяча людей двигается просто как 300 спартанцев для того, чтобы изменить историю, для того, чтобы изменить индустрию. Я перейду к самому моему любимому слайду. Это предположение, это маркетинговый потенциал той индустрии, которую мы развиваем. И никто не говорит о том, что будет сходить на нет автомобильный транспорт, что будет сходить на нет железнодорожный транспорт, высокоскоростной транспорт. Просто постепенно будет входить технология Skyway. А дальше уже технологический отбор решит, кто сильный, кто быстрый, кто безопасный, кто экологичный. Потому что сейчас вы видите, какая игра началась и по борьбе с изменением климата. И Россия сейчас снова вступила в такие оковы Парижского соглашения, которые неизвестно, что несут вообще для России, потому что и добычу нефти придется намного сократить и резко перестроить. Даже не какие-то промышленные производства, а сельскохозяйственные производства на новый лад. То есть это игра сильных мира сего. Но Skyway всегда была как технология, как компания над политикой, над какими-то экономическими факторами. Но, несомненно, несмотря на это, будет основой для формирования новых экономических и технологических, и даже социальных трендов. И вот здесь я хотел бы остановиться на замечательном репортаже Михаила Кириченко. Михаил Кириченко даже привел сравнение, показал нам смартфон, подсоединил его к сети и показал без каких-либо сложных комментариев фраз. Это можно почитать, если кому-то хочется технических терминов побольше в анонсах головной кампании. А просто, если сказать, что подвижной состав заряжался от сети. Как смартфон раньше до беспроводных зарядок, до Wi-Fi соединений заряжался также от сети. То есть вернемся в кнопочные телефоны вообще и вспомним это время. Это было, но сейчас уже компания готовит не просто транспортное средство, не просто рельсовый автономный электромобиль, перемещающийся на стальных колесах по стальному рельсу, но нечто большее и нечто более ценное для рынка. Это я могу сравнить со Стивом Джобсом. И вспоминая свои слова на первой конференции, почему-то я произнес это видео, можно посмотреть, что ту презентацию я могу сравнить только с презентацией первой Джобса о представлении своего девайса, когда он только начинал говорить. Тогда в гостинице университетской у нас прошла первая конференция. Поставьте плюсики, кто помнит эту конференцию. Старожилы, я думаю, ходят на эти вебинары. Но хотя я бы посоветовал старожилам вообще на данной стадии меньше ходить в реальности на вебинары. Я абсолютно поддерживаю эту тактику, стратегию. А больше пересматривать или перечитывать в тезисах эти вебинары, потому что времени сейчас остается все меньше и меньше для того, чтобы сформировать свою цифровую модель взаимоотношений с людьми, которая будет навсегда запечатлена в личном кабинете Skyway Capital. Никто никогда не изменит эту иерархию связей, вас с людьми. И в новых направлениях вы просто будете давать информацию, и автоматически это все будет по вот этой структуре распространяться. И в зависимости от того, хочет человек участвовать или нет, он будет получать информацию на смартфон абсолютно так же, как сейчас уже в недрах головной компании сделали, ох, как это мне нравится, юзер-интерфейс и абсолютно современное визуализационное сопровождение на смартфоне управления мультимедиа и системой развлечения и так далее. И сколько только услуг берет в себя наш подвижной состав, только продиктует время и только будут создавать уже молодые ученые, в том числе на блокчейн-экономике. Потому что все, чем вы пользуетесь сейчас здесь, в смартфоне, уйдет в ваше личное мобильное пространство. Об этом мы говорили на ранних вебинарах, но это было как-то неосознанно. И сейчас это притворяется в реальность абсолютно. Потому что вам не нужно будет пользоваться вообще смартфоном, находясь в подвижном составе. И если вы даже забудете свой телефон дома, никто не расстроится, потому что все абсолютно услуги, все функции у вас будут внутри вашего подвижного состава. А зачем вам, в принципе, какие-то супер возможности вашего смартфона, если вы все сделаете, все посмотрите, перемещаясь, без отрыва от повседневной жизни, с точки А в точку Б на дальние расстояния, если вы вдруг из одной страны в другую едете на высокоскоростном транспорте. Либо в логике горизонтального лифта, если вы перемещаетесь внутри линейного города. И эта эра тоже наступит. И сейчас абсолютно так же, как заряжается смартфон от Bluetooth беспроводной зарядки. Беспроводную зарядку уже встраивают и в автомобили, в современные модели. И этим абсолютно сейчас никого не удивишь. Также в движении от контактной сети в паре мотор-колесо и контактная сеть будет заряжаться наш подвижной состав. И не просто будет заряжаться, это уже испытано. И только будут повышаться скоростные характеристики и технико-эксплуатационные характеристики. Для того, чтобы ни у кого не было сомнений и были проведены все испытания для зарядки нашего подвижного состава, даже на высоких скоростях. То есть он будет перемещаться и он будет заряжаться. И независимо от того, куда двинется тренд изменения климата, я не буду сейчас вдаваться в дебри, в подробности этой всей истории, в которой наверняка есть и заинтересованные, и актеры, которые сейчас исполняют, возможно, даже неосознанно роль мировых каких-то вдохновителей и так далее. Я думаю, что все прекрасно понимают, на чем я говорю. Просто у нас ни политические, ни экономические вебинары. И здесь я не буду останавливаться. Но независимо от того, будет сокращаться потребление, допустим, даже природного газа, будет перестроение на метан, на водород, на какие-то наноаккумуляторы, без разницы. На любом типе движителя и даже комбинированный привод, возможен, сочетающий разные способы запитки энергии топливом наших подвижных составов. Все абсолютно будет гибко подстроено под платформу Skyway. И в этом я могу сказать, что ни одна сейчас корпорация не преуспела, потому что я смотрю на развитие блокчейн-индустрии. И сколько я видел анонсов и от компаний Yota, и от других блокчейн-стартапов, успешных, признаюсь, блокчейн-стартапов. Но они не могут сотрудничать на сегодняшний день с автогигантами, Volkswagen и так далее. Потому что просто инфраструктуры для развития этого направления нет. Не будем же мы встраивать сенсоры в асфальт. В автомобиль, да, можно встроить. А в асфальт? А если асфальт расплавится? А если, как в России, через ливневки все зальет, все там закоротит вообще? Но это невозможно себе представить абсолютно. И поэтому только встраивание сенсоров во внутрь путевой структуры, как и было отмечено в белой бумаге, я более чем уверен, что в Арабских Эмиратах на экспериментальной фазе уже все встроено в путевую структуру. И ждет своего часа развития и впитывания один за другим блокчейн-стартапов и команд. У которых капитализация сейчас, к сожалению, обвалилась. Потому что капитализация у них зависит от биткоина. Да, биткоин сейчас восстановился, но рынок ICO, рынок Initial Exchange Offering, то есть через биржи выход токена, он скорее всего сейчас невосполним. То есть эта эпоха прошла, и восстановить ее может какой-то тренд в блокчейн-индустрии. Кто-то ожидает, что это будут мессенджеры, будь то это Telegram, будь то это кто-то Kik ожидает мессенджер, тоже достаточно мощная социальная площадка. Кто-то думает, что это будут более такие сложные социальные площадки, потому что компания EOS пыталась запустить свою социальную площадку, но пока что почему-то реальный мир не голосует за нее токеном в данном случае. А кто-то ожидает появления мировой альтернативы доллару, стеблкоина, например, Libra. Вы видите, чем заканчиваются на самом деле все эти движения. И тут искусство войны. Вы знаете тактику, стратегию дзюдо и сумо. Сейчас, как раз таки, когда Skyway находится в такой зачаточной стадии стартапа, но уже мирной поступью восходящей на пьедестал почета в Арабских Эмиратах, мы незаметны и безобидны абсолютно для тех корпораций, которые считают нас конкурентами, потому что нужно ошибки учитывать. И те громкие заявления, когда мы развивались в Литве, сейчас мы строим в Арабских Эмиратах некую стратегию адресных проектов и никуда далее абсолютно не лезем. Это абсолютно правильно. И с точки зрения теории Джобса, как я хотел бы назвать, когда Джобс сосредоточился на первой партии своих макбуков. А макбуки вообще это был далеко не самый революционный продукт, но начальный продукт. И Microsoft также долгое время сотрудничали именно с IBM, потому что они давали им первые заказы, они давали им первую капитализацию. А потом уже при получении капитализации всем стало хорошо и можно было уже масштабироваться. Что и произойдет обязательно с компанией Skyway и параллельное развитие рынка адресных проектов обязательно будет. Именно поэтому сейчас наращивается потенциал партнеров. И те, кто зарекомендовал себя и идет поиск отбора подрядчиков, потому что в команде сила, а в команде подрядчиков еще большая сила для мировой корпорации. Была проведена встреча с Весальпин и с энергокомплектом. Лично Анатолием Эдуардовичем, то есть немногие встречи удостаиваются чести сейчас генерального конструктора. Вы помните, со Стивеном Сигалом генерального конструктора не было, потому что это было такое более пиар мероприятие. И Анатолий Эдуардович решал тогда более серьезные задачи. Но с подрядчиками нужно договариваться о сотрудничестве и сразу их разворачивать на то, что стандарты должны быть выше даже мировых стандартов. И Весальпин как раз это та компания, которая сотрудничает из Daimler, из BMW, компаний и корпораций. Имеет заводы в самых различных странах и более 50 тысяч людей трудится там. И это как раз та компания, которая напряженные стальные конструкции может нам поставлять, а возможно даже часть корпусов будущих наших моделей транспортных средств. Такие подрядчики нам нужны, такие подрядчики нам важны. И как раз таки энергокомплект это одна из тех компаний, которая прошла отбор среди многих недобросовестных, к сожалению, подрядчиков на территории Республики Беларусь. Из-за которых в том числе и шумы возникали на легкой трассе и так далее и тому подобное, неправильная сварка. Это детские болезни, когда путевая структура создается в первый раз на экотехнопарке. В адресных проектах такие детские болезни просто исключены. И в Турции, например, я могу сказать, что мы поставили планку инвестиций минимум 5-10 тысяч долларов, потому что на этой конференции присутствовали предприниматели и лидеры своих предприятий, своих корпораций. Это замечательное мероприятие произошло в том числе после общения нас, как членов правления, с руководителем, как выяснилось потом, нескольких заводов. И он соорганизовал своих знакомых, своих партнеров на подобное мероприятие. Вы видите, звездное небо. Я вообще хотел бы, чтобы вошла в традицию вот эта атмосфера звездного неба, потому что мы создаем не только небесную дорогу, но и строим маршрут в будущий звездный путь. И именно таким именем называется у нас улица на экотехнопарке «Зорный шлях». И будет абсолютно очевидным выбор человека. Какой выбор? Либо прогибаться под тяжестью вот этих муравейников. И в Гонконге, в Китае вообще на территории 20-30 квадратных метров живут люди. Погибать в плане траты времени в пробках, либо наслаждаться новым миром, который мы с вами сейчас рождаем. Рождаем кто-то рассказом о технологии, кто-то инвестициями, кто-то общением с крупными инвесторами. И время крупных инвестиций сейчас пришло еще больше. С каждой секундой это время ведет свой обратный отсчет. И никто не знает, когда прогремит такой бомб, гонг, и головная компания объявит, что все, всем спасибо, финансирование 15 этапов закончено. И мы начинаем новые этапы развивать новые технологии. Зайдите в свои личные кабинеты, посмотрите наши предложения. И эти предложения будут закрываться уже не за 4-5 лет. Потому что 4-5 лет строится продукт, создается продукт. Он ставится на платформу, которая будет основой просто вселенной технологий и услуг, которые родят, наверное, один из мощнейших сетевых эффектов развития технологий, развития команд, развития новых услуг после появления сферы IT. То есть это бум доткомов и так далее. Бум скайкомов, наверное, какой-то будет. Но уже тогда наверняка будет блокчейн-экономика. И регулироваться это будет уже другим образом на биржах. Но никто никогда не исключает, что кто-то захочет проздуть пузырь на росте сферы услуг, связанных с технологией Skyway. И как замечательно, что сейчас есть вектор и сейчас можно уже корректировать эту линию развития, чтобы не повторить взлет и крах тех технологических укладов, которые мы уже видели. Почему? Потому что дорожная карта у проекта Skyway и у компании на 10, 20, а то и 30 лет вперед. Если говорить о Гроуви, если говорить о Билли Гейтсе, если говорить о Стиве Джобсе, они смотрели максимум на 5 лет вперед. Мало кто смотрел на 30 и 40 лет вперед. Поэтому покой нам только снится. Всем рекомендую рассказать о наших супербомбовых новостях и передать информацию с арабского телевидения, потому что она стоит того, чтобы на нее посмотрели все ваши знакомые и все ваши друзья, которые не верили в проект Skyway. Они сейчас могут не поверить, но зато потом еще больше будут кусать локти, потому что вас не послушали. Нет пророка в своем Отечестве, но за то время технологии, которое пришло, ничто не сможет остановить. Благодарю за внимание. И я готов ответить на вопросы, либо заканчиваем на сегодняшний день. Такой краткий вебинар получился, потому что хотел сосредоточиться на самом соку. И мы обязательно будем освещать еще переводы, новостей, интерпретации, потому что это событие, которое просто является нашим новым этапом, нашей новой вехой. И даже всемирный правительственный саммит, даже запуск строительства Skyway World Innovation Center это какое-то уже далекое прошлое. И стремительно несемся мы в будущее. Что по токенам? Есть изменения. По токенам изменений, как вы видите, нет. Но, как я знаю, команда развивает это направление. Просто это закрытый такой режим. И мы будем узнавать из анонсов. А будет, возможно, в этом смартфоне ответ на вопрос найти, почему Суходоев обокрал своего близкого друга Сергея. Немножко не понимаю вопрос. Следующий вопрос. Когда можно будет увидеть эксплуатацию транспорта Skyway в Объединенных Арабских Эмиратах? Я думаю, что это мое предположение, что должно начаться какое-то строительство до Экспо 2020, до окончания, я бы сказал, потому что с 10 октября, с октября по апрель, с октября 2020 года по апрель 2021 года будет функционировать Экспо 2020 в Дубае, в Арабских Эмиратах. То есть это такой протяженный достаточно период. И я думаю, что наш стенд не исключено, что все это время будет функционировать. Но я этого не знаю, остается только догадываться и ждать. Когда следующий этап? Все зависит от финансирования. Так, коллеги, еще два вопроса. Если вопросов нет, то мы заканчиваем. Когда обучение? Обучение следующее. Сейчас мы готовим, как я и говорил, в Инстаграм. И это будет в начале вводный курс, вводное видео. Либо мы его выстроим в вебинаре, посмотрим, как будет лучше восприниматься по информации. Так как это будет воронкой входа в общее обучение. Цель этого обучения сформировать информационное поле в Инстаграм, в социальных сетях и вообще научиться создавать контент интересный и ценный для аудитории, не относящейся к проекту Skyway сейчас никак. Благодарю за внимание, дорогие друзья. Всем счастливо. До скорых вебинаров, как обычно, два раза в месяц. Все самое интересное и актуальное в проекте Skyway. Я, Сукадоев Алексей, вам буду освещать, независимо от того, до каких высот мы уже добрались в проекте Skyway. А это уже такие... Здравствуйте. С вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня мы не будем касаться вопросов, которые подробно рассмотрел генеральный конструктор закрытого акционерного общества струнные технологии Анатолий Юницкий в последнем интервью службы новостей, то есть инвестиций и проектов в Объединенных Арабских Эмиратах. Зато вы узнаете все новости о создании подвижного состава Skyway, а их накопилось немало за эту неделю, и познакомитесь с не совсем профильными аспектами работы некоторых конструкторских бюро, в нашей компании их более 50, что интересно для всех, кто хочет поглубже погрузиться в тему. А теперь обо всем этом подробнее. Общеизвестно, что передача электрической энергии через неподвижные сопряженные части токопроводящих элементов используется давно и повсеместно. Этот процесс требует инновационных решений лишь тогда, когда речь идет о подвижных, перемещающихся в пространстве элементах. В таких случаях для бесперебойной передачи электроэнергии стандартным решением является попытка увеличения площади контакта деталей, и для этих целей обычно устанавливают щетки, мочалки и паразитные бегунки. А что же делать, если речь идет о взаимодействии колеса с рельсом? Ведь площадь их контакта изменить крайне проблематично, без ухудшения скоростных характеристик. Но у закрытого акционерного общества струнной технологии уже есть ответ на данный вопрос. До недавнего времени на высокоскоростном Юнибусе Ю4-362 батареи заряжались примерно так, как мы заряжаем смартфоны. Через зарядное устройство, путем подключения в электрическую сеть требуемого напряжения. Таким вот образом. Недавно же на этом транспортном средстве был испытан способ зарядки аккумуляторов через контакт в паре рельс-колесо. И получены довольно многообещающие результаты, позволяющие, руководствуясь этими данными, внедрять подобный токосъем в будущие проекты струнного транспорта Юницкого. Испытания были проведены на ферменной путевой структуре, предназначенной для движения городских и высокоскоростных транспортных средств с участием так называемого тестового мула. Модуля, созданного для лечения детских болезней, характерных для любого технического новшества, который полностью повторяет внешний вид и те узлы транспортного средства, которые подвергаются испытаниям. В конструкции мула к ним обеспечен удобный доступ для выявления и проведения необходимых программных или технических доработок. Испытания Юнибуса были проведены в движении под нагрузкой, при работе в различных режимах подачи электроэнергии на мотор колеса, в том числе была протестирована зарядка аккумуляторных батарей во время движения. Всего лишь год остался до начала важнейшего события в истории Skyway. И вот стартовала разработка архитектуры системы управления для наших экспонатов на Экспо-2020, всемирной выставки, которая будет проходить в период с 20 октября 2020 по 10 апреля 2021 года в Дубае. Как любая серьезная организация, закрытое акционерное общество струнной технологии индивидуально подходит к пожеланиям клиентов. Изучив все отзывы посетителей с различных выставок, где был представлен наш транспорт, мы разработали новую версию приложения по управлению системой мультимедиа и комфортом в салоне транспортного средства. В компании была проделана большая работа по разработке кода на все системы управления, и вот новый визуальный стиль, а также интуитивно понятный интерфейс успешно перенесены на мобильные платформы. Создать комфортные условия в поездках на различные дистанции теперь можно прямо через смартфон. На уходящей неделе в конструкторском бюро оснастки закрытого акционерного общества струнной технологии было подписано изменение к техническому заданию установки для дождевания, подготовлен эскиз льдо-снегоуборочной машины с головки рельса, пригодные для удаления пыли, песка и грязи, а также разработан проект маркировки создаваемых изделий для отслеживания их жизненного цикла. Все специалисты конструкторского бюро инженерной расчеты прошли семинар по повышению квалификации в рамках работы с программным обеспечением MSC-1. В частности, по проведению акустических испытаний на этапе моделирования. Это позволит значительно повысить эффективность работы нашей компании еще во время проектирования. Таков наш традиционный краткий отчет о прогрессе в развитии технологии Skyway за прошедшую неделю. Следите за обновлениями официальных сайтов Skyway, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект. И эффективность ваших действий будет крайне высокой на любом этапе. Строй Skyway! Спасай планету! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok